всем привет снова здравствуйте 2019 зебра кинулся тут а вот понял что гранату я и не делал а как ее делать ну вот представление так-то имею а надо все-таки пробовать решил все-таки записать ролик и что получится потом можно переработать доделать что-то исправить возможно вот погнали разбираться так если буду подвисать пардонте думаю мыслю значит так ну наверное сначала цилиндр почему цилиндр потому что видел 3d max как делает пацан ну попробуем если получится в забрать также так цилиндр есть make polymesh пока не жмем заходим вы не целаясь и жмем поле f у него там все сразу в сетке как было но без разницы посчитал гранату получается здесь у нас должно быть 7 вот тут hd вайды должно быть так должно быть не 7 а должно 3d 38 нажимаем жмем 8 почти похоже как у него в ролике так теперь здесь должно быть чем жмем 7 но 7 наверно будем вот так подгонять 36 это получается 9 10 нам надо здесь поставить 10 и enter получается 1 2 3 4 5 6 7 все 7 вот теперь можно нажать наверно make polymesh и попробовать преобразить эту всю фигуру заходим в геометрии вытягивать гизму не буду а вот именно наверно сайзом и по z оси так ну что то вот в этом духе так следующий вариант две вот эти это на конус уходит 4 это вот именно выпуклые и нижняя тоже уходит на конус так теперь наверно поставим моф эластик моф не не моф топологи моф эластик и вот это все дело по прошлом видео симметрия трансформ радиалы и по игреку x отключаем и оставляем 8 правильно 8 раз 2 до 8 дров сайз наверно побольше и вот это все дело вот так это вот она закручивается нехорошо перевернем наверное вот так вот и попробуем вот так вот все дело ровненько увести вот так где-то следом переворачиваем так же и попробуем низ тоже вот так вот увести так вот такая в принципе гранатин получается здесь чуть-чуть расширим приподнимем вот так вот а чтобы проверить как это будет нажмем контрол д в принципе что-то получается следом 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 наверное за модельер и вот теперь тут проблемка надо вот эти квадраты так дооформить а дооформить поможет наверно пробел и insert insert так хочу у нас тут стоит insert полигруппал вы все оформились но оформлять если они все вот эти оформиться на нам 4 только надо 1 2 3 4 значит control 2 вот эти маскируем и одну вот эту нижнюю так то получится не знаю давайте смотреть и вот так все это дело здесь шов поменьше ухты получается и если получается пацаны получается так вот этот шов большим делать не надо наверное потому что так теперь надо вот это все вытянуть жмем пробел и по прошлым видео кюмеш полигруппал опять же и вот на желтую полоску жмем желтую полоску жмем и вот так все это дело вытягиваем что-то вроде получается так и нужно их вот эти конусом сделать жмем пробел и наверное это бэвел будет бэвел и полигруппал опять же в желтую полосу вот эту ловим и где-то так и где-то вот так вот зима лето так вроде нижние так ну если будет кто-то отходить от параметров вы уж извините я ее первый раз делаю так что еще тут можно сделать а еще сделать нам нужно вот эту вот косину значит надо пробел полосу вот эту отбиваем грани нет вот эту нажмем кюмеш потом пробел так insert или insert сейчас посмотрим жмем так симметрию отключим ага insert insert не не несет наш insert а тут маска стоит паргонки так это не по control z опять же пробел insert вот вот где-то вот так вот где-то вот так и теперь и теперь не теперь так вот эту попробовать тянуть так control z вот тоже не тянется кто-то не так получается а если выделим alt control z и x поставим alt так выделили вот так вот кишка делаем вот или аней от трюшим пар here на трюшим параметру Congratulations lavoro вот так цикле вот так вот значит части значит коротuję это И вот надо как-то вот это грань усилить. А усилить их, наверное, поможет пробел и крис. Крис, так, Эдж пока попробуем. Так, установилось. Теперь тут, тут, тут. И на все вот эти ребра, грани добавим криза. Так, есть такое дело. Ну и с этими, наверное, тоже самое повторим, чтобы они уже были чёткими. Так, что-то такое получается. Ну и тут повторим. И на эти тоже, наверное, так. А вот здесь, вот здесь надо тоже поработать. Пока включим пробел и включим опять же, insert. Вот так вот поставим полосу. И попробуем теперь опять же, alt. Так, alt. И вот так всё это дело. Во. Хотя бы так. За неумением и незнанием это вроде уже получается что-то классное. Это есть такое дело. И теперь добавляем сюда какую-нибудь тазявку. Прибавляем. Так, ctrl-z. Ctrl-z. Draw size поменьше. И что-то у меня тут барахлит. Ладно, это мы сделаем уже в другом исполнении. Так. Ну вот, что-то такое получилось. Дальше будем делать всё, наверное, так. Тут же опять же, крис добавить надо. Так, это крис. Вот так вот. А сюда, наверное, ну и сюда добавим. Посмотрим теперь, ctrl-d. Всё ещё не хорошо. Но мы это дело, наверное, подправим уже. Так, вот так оно смотрится. Так, а что это у нас тут получилось? На каком моменте косяк выплыл? Ctrl-z, ctrl-z. И повторим поле F. Косяка где-то я упорол. Жмём теперь insert и повторяем. Вот так вот. Окей. Теперь жмём alt, выделяем. И вот это всё дело. Так, ctrl-z. Ctrl-z. Почему не тянется теперь в этот раз. Пробел, q-mesh, insert. Всё стоит. Так, ctrl-z. Вот она ещё есть полоса. Вот её надо теперь delete и edgecomplete. Вот так. А теперь вот можно... Так, теперь можно вот так вот пробел, insert, insert. И вот так вытянуть. Так. Fix. Ставим. x у нас включена именно симметрия. Так, теперь ctrl-z. И ставим теперь пробел. Полигруппал. А почему не получается? Вот. Ctrl-z. Ctrl-z. Вот она ещё одна. А вот она у меня вторая стоит. Опять же delete. Вот что-то такое. И теперь alt. кто-то поудалялось. Ctrl-z, ctrl-z. Ctrl-z. Вроде бы однообразный, а вот что-то не получается. Где-то что-то не даёт. Ctrl-z. 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 Так, Ctrl Z. Так, ну вот это ж нехорошо будет, да? По-любому будет вот это нехорошо. Так, теперь. Если вот это удалится. Вот так вот. А теперь Alt. Ctrl Z, X, Alt. Вот что-то в таком духе и вытягивается только одна. Вторая. Ладно, я их тогда поодиночке сделаю. Их не так уж много. Альт. 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 И вот ещё пару штук. Всё. Это округлили. Так, ну следом теперь на ZRMesh сделаем, чтобы сетка была уже такая, и чуть-чуть уменьшим количество полигонов. Ждём. Что получится, не знаю. Если что, откатим и будем дальше экспериментировать. Так. Ахтун гранаты. Всё равно, наверное, надо добавлять Крис. Крис. И погнали. Крис, Крис. Так. Нижние не надо, наверное. Вот эти вот только верхние и боковые делаем. Так. Есть такое дело. И вот эти две ещё штуки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Крисы добавляются, чтобы ребра вот эти были усилены. Так. Вот теперь посмотрим. Делаем Ctrl W. Ну уже почти. А теперь делаем ZRMesh. Ctrl Z. Отключаем симметрию X и повторяем. Так. Отключаем. Ctrl D добавляем. Ну, в принципе, на гранату похожа. Сейчас все косяки рассмотрим с этой гранатой. А в следующий раз, наверное, будем уже поправлять, как и что тут. Так. Вот это всё оформляем. Делаем маску Ctrl. Левая кнопка мыши. Включаем X симметрию. Так. И теперь MOV. Вот это всё делаем. Приподнимаем. И немножко можно так, вот так утянуть. Теперь маскируем ещё одну часть. Её тоже уменьшаем. Побольше. И немножко вытягиваем. Вот так вот. Даже ещё, наверное, уменьшить. Вот так вот. Ну, в принципе, что-то получается. Снимаем маску и маскируем теперь низ. Вот так вот. Вот так. Низ теперь чуть-чуть вытягиваем. Чуть-чуть вот так уводим. Вот он, в принципе, сделан тут округло. Так. Ну, вот что-то в таком духе. Ну, теперь можно её всю немножко растянуть. Гранату вот так чуть повытянуть и сделать. И немножко, наверное, дутую. Вот так. Сверху надо теперь добавить какой-нибудь ядрёный колпачёк. Так. Вот эту часть вставим в мох и ластик. Кисть побольше. И вот эта часть чуть-чуть подкорректируем их. Вот такая вот граната. Так. Теперь делаем саптулы. Делаем аппенд. И делаем цилиндр. Переключаемся на цилиндр. Ctrl D, Ctrl D. Заходим в диаметры DL lower. Теперь делаем, раз граната ZRMesh, делаем и тут тоже ZRMesh. Всё она прогоняет. Теперь заходим в Size. Ставим Move. Поднимаем вот так вот. С помощью Gizmo. Немножко уменьшаем. И уплотняем. Вот так где-то. Ну ещё немножко уменьшить. Вот до такого. И немножко опустить. Вот так. Вот один вариант. Теперь если взять, допустим, низ, его можно, ну в смысле низ у гранаты, можно Ctrl Shift и поставить Trim Rect. Вот так его чуть-чуть обрезать. Так, DL lower, геометры DL lower. Низ обрезаем. Вот так вот. И теперь можно зайти в Subtools, добавить аппенд и добавить сферу. Переключиться на сферу, включить Gizmo. Так, Ctrl Z. Переключиться на сферу и опустить сферу вот так вот. Сделать сфере тоже ZRMS. Ну прикольно, в принципе, получается граната. И Size уменьшить вот так вот. Вот таким вот образом. И немножко его сплюснуть. И вниз немножко опустить. Тут теперь подкорректировать. Вот так вот. Смотрим со всех сторон. Так. Еще даже можно немножко его уменьшить. Вот так вот. И с помощью Gizmo еще немножко опустить. Во! Что-то в таком духе получается. И даже можно вот этот низ немножко подрежать. Вот так вот. Ну, теперь давайте я все это объединю. Сделаем Merge Down. Merge Down. Merge Down. Ну, в принципе, вот такая вот экспериментальная граната. Если сделать ему, допустим, дубликат и переключиться на первый саптул, нижний отключить, зайти в геометрии, сделать теперь Dynamesh. Смотрим, что с сеткой. Control W. Вот так вот. И прямо нечеток граната получилось. А если ее попробовать в деформации немножко полишем. Ну, вообще нечеток. Красиво получается. Drawf Size поменьше. И вот с этой частью можно еще потом поработать. Где-то вот так вот вытянуть, где-то подкорректировать, где-то резьбу добавить. В принципе, неплохо. Все. Всем пока. До свидания. Будем еще эксперименты ставить с деталями, с разными запчастями. А вот в этот раз делали гранату. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok